Перед коллегией президент осмотрел дежурную часть МВД. Здесь установлено уникальное оборудование, система позиционирования мобильных объектов. Она позволяет контролировать местонахождение экипажа и управление ГАИ по всей республике. На монитор выводятся временные и скоростные отметки. То есть можно буквально по минутам отследить передвижение автомобилей. Проведите анализы и посчитайте, сколько нужно средств для того, чтобы сделать такую систему по контролю. И не только машины сотрудников ГАИ, но и машины ППС, машины дежурных частей. Для того, чтобы у вас была полная картина. Президента заверили, это только первый этап оснащения системой контроля экипажа милиции. Пока же сотрудники работают по старинке, но результаты от этого хуже не становятся, отметили на коллегии. Так по республике фиксируется заметное снижение преступлений. Отмечается снижение таких видов преступлений, как убийство с покушением на 4,4%. Грабежи на 24%, хищение имущества собственника на 17,4%, мошенничество на 16,5%, хулиганство на 16,2% и нанесение телесных повреждений на 16,4%. А также угонов на 26,9%. Отметили и показатели сформированного в октябре прошлого года Управления специальных операций, вошедшего в состав криминальной милиции. За несколько месяцев работы ими был раскрыт ряд резонансных преступлений, говорили на коллегии МВД. Речь идет о жестоком убийстве 14-летнего подростка. И еще одно преступление было раскрыто – это разбойное нападение на фермерское хозяйство, в результате которого погиб 46-летний рабочий. По данным фактам подозреваемый установленный и задержанный. Евгений Шевчук, заслушав итоговые доклады, дал оценку работе Министерства внутренних дел. За 2012 год в целом сотрудники Министерства внутренних дел заслуживают положительной оценкой своей деятельности, несмотря на те сложности и те справедливые порой нарекания, которые есть. Но учитывая кадровый состав, обеспеченность, финансирование, в том числе заработных плат, учитывая сложности материально-технического характера, когда это все начинаешь балансировать, то видишь, что большая часть сотрудников, абсолютное большинство, добросовестно выполняли свой служебный долг. За что я хочу, пользуясь случаем, объявить благодарность по результатам работы всему составу Министерства внутренних дел. Также президент наметил и ряд приоритетных задач на нынешний год. Среди них плановое техническое переоснащение всех подразделений органов внутренних дел. Александр Кожухарь, Александр Бондарь, Первый Приднестровский телеканал.